Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2019 года действие моратория на продажу или отчуждение иным способом земель сельскохозяйственного назначения. При этом президент Украины Петр Порошенко поручил в течение года завершить создание электронного земельного кадастра и заполнить его на 100% для дальнейшего проведения земельной реформы. О планах проведения земельной реформы в следующем году поговорим с народным депутатом Украины, членом парламентской фракции Блока Петра Порошенко, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Андреем Водотурским. Андрей, здравствуйте! Добрый день! И снова у нас мораторий, снова на год, и, судя по всему, решения по мораторию уже не отменят, я так понимаю. Нет, это, наверное, очень сложная игра по отмене, да, и вопрос, зачем? Ну, что пока ты будешь бороться, как раз истечет этот срок действия моратория. Но хочу сказать, что, во-первых, это было принято политическое решение. Почему? Потому что даже если бы мы не продлили, то рынок бы земли автоматически с 1 января не запустился. Ну, что как раз у нас в законе прописано, что рынок запускается после того, как мы примем закон о обороте земли. Это второй закон, который нужен. Который сейчас вот есть, да. То есть мы, в принципе, мы накладываем как раз мораторий просто для того, чтобы успокоить людей, что вот нет рынка земли. Да, потому что, ну, люди особенно там не понимают, или же там политические силы определенные на этом играют, вот, рассказывают, что вот, вас там обдурят, сейчас вас купят дешево. Никто не говорит о том, что купят, да, дешево. Вот вы продадите, вот у вас заберут эту землю. Никто не говорит о том, что украинский фермер может купить, да, эту землю, что он может капитализировать там свой бизнес. Поэтому, смотрите, вот на самом деле вот история какова была. Это уже третий раз, когда мы осознаем, что мы в безвыходном положении, что нам нужно продлить ровно на год, а за это время дать команду определенным органам подготовиться к рынку земли. То есть проголосовать закон об обороте. Да, разработать законопроекты, внести в Верховную Раду, и знаете, и вот, ну, кстати, в этом году у нас было больше разговоров, да, у нас была дискуссия на Гранном комитете, у нас была нормальная дискуссия уже в Верховной Раде. Вот в итоге проголосовало 64 человека против, да, продления моратория. То есть люди понимают, что это зло, что это неправильно, неправильно. Знаете, вот есть две модели в мире, то есть модель, где есть рынок земли, и есть модель, где есть рынок арендных отношений. Вот нигде в мире нету, чтобы был мораторий, который продлевает каждый год. В чем проблема только с самим мораторием, да? Вот, проблема в том, что если я производитель, то я не знаю, купить мне трактор, например, или комбайн, или аккумулировать деньги для того, чтобы купить через год, через два землю. Да, я не знаю просто, стоит ли мне, допустим, вложить в переработку или опять-таки держать эту землю. С другой стороны, я не знаю, на сколько лет мне заключать договор об аренде земли. То есть это как раз вот и банкам непонятно, что делать, аккумулировать деньги, не аккумулировать деньги, расширяться, например, в сельской местности. То есть это должна быть определенная проработка. У нас, к сожалению, не дают сигнал ни одному игроку рынка. И только теневой, который там вот крутится. В июле этого года Владимир Гройсман, премьер-министр Украины и вообще в правительстве говорили о том, что нужно на самом деле сейчас проголосовать, в принципе, уже будем готовы в этом году сделать прозрачный рынок земли. И также звучали, например, тезисы о том, что нужно разрешить продавать только украинцам, да, украинским производителям, аграриям. Ну, смотрите, на самом деле нужно понимать, для кого мы это делаем в первую очередь. Я против каких-либо-то ограничений. Почему? Ну, что если мы поймем, что прежде всего мы боремся за права продать землю, да, то есть мы не говорим, что нужно обязательно продавать землю, мы говорим, давайте мы вам дадим права, право продать землю и право купить землю. Это ни к чему не обязывает. Тогда не надо давать обязательства кому продавать эту землю вместе с этим правом. Правильно. Почему? Потому что как только мы начинаем ограничивать, там, 200 гектар, давайте 400 гектар. Да, именно эта цифра звучала. 200 гектар. Да, совершенно верно. Не более, чем 200 гектар. Поэтому любые ограничения, тем более, вот, скажем, ограничения, что давайте мы не будем пускать иностранного инвестора. Хорошо. Чем это закончится? У нас 7 миллионов людей, которые владеют землей, которые получат, опять-таки, не рыночную цену. Мы хотим эту реформу для кого сделать? Мы хотим сделать реформу для тех, кто 300-400 тысяч людей, которые работают на этой земле? Или мы хотим сделать реформу для тех людей, которые владеют этой землей? Я считаю. Наверное, для тех, кто владеет этой землей. Правильно. Это граждане Украины. Это социальные, во-первых, эта история. Это, во-первых, они станут богаче, да. Это заработает экономика. Но это не должно быть за счет тех людей, которые работают на этой земле. То есть мы должны, и правительство должно предусмотреть ряд мер, предложений, финансирования, льгот определенных. То есть простимулировать, дать возможность украинскому фермеру чувствовать лучше, чем инвестор, который придет из-за границы. Дать такие же там 1-2% годовых, чтобы он мог тут же эту землю заложить в банк, капитализировать свой бизнес, чтобы он мог получить также кредит для производства, для своего производства. Без разницы, да. Мы за либерально, пожалуйста. У нас на самом деле очень много... Я пока не верю в дешевое кредитование здесь, в Украине. А под землю можно это сделать с помощью, допустим, кредитных линий или поддержки, или компенсации АМФ, да, которая постоянно стимулирует. Это, во-первых, это будет серьезный положительный шок для экономики Украины. Вот мы сегодня говорим 2-3% годовых роста. Если посмотреть, вот после начала войны Украина потеряла 6-10%, то есть 15% ВВП, да, то есть мы стали беднее как страна. Поэтому гордиться тем, что вот мы растем 1-2-3% это не рост, это стагнация. А вот такой вот шок положительный, когда будут влиты миллиарды долларов, когда мы победим теневую экономику. Сегодня, смотрите, 10 миллионов гектар земли крутится в тени. Раз. Да, там сегодня же есть рынок земли, сегодня идет торговля, государство не получает, тот, кто продает землю неофициально, он тоже теряет в десятки раз. 50 лет, по-моему, да, сейчас заключают договор об аренде? Да, я думаю, что там, ну, предела нет, да, фантазии. В принципе, через 50 лет можно вернуть эту землю, если доживешь. Ну, я думаю, что там будут уже совершенно другие там схемы, там будут уже совершенно другие там идеи, и уже эту землю, я не думаю, что ее вернут. Это на самом деле, это уже будет идти работа с наследниками, которые будут там через суды как-то пытаться это все это восстановить. Я в это не верю, да, то есть человек прощается, когда он подписывает такие документы, он прощается с этой землей. Надо быть честным, да, поэтому на самом деле мы, знаете, я бы хотел бы, может быть, вспомнить такого одного из современных великих экономистов перуанских, это Сота, который сказал, что нации бедные из-за того, что они не могут капитализировать то, на чем они сидят, те люди, которые ниже вот границы бедности, да, вот у нас сегодня люди, которые сидят на земле, они не знают, как это капитализировать. Это то золото, которое у нас сегодня есть, у нас нету энергоресурсов, да, мы зависимы. Вот есть земля, она спугает, вот это как раз бюрократы с олигархами убедили тех, кто владеет этой землей, не, не, вам не нужно права, зачем вам права, вам они не нужны. И вот забрали там 100 лет назад, да, эту землю, как раз после революции 17-го года, да, и вот как раз ровно 100 лет. И я, честно говоря, надеялся, что у нас будет больше вот такого вот дискуссии в стране, больше понимания, хотя и так есть, да, 64 человека проголосовало против продления моратория. Это уже успех. Да, кстати, намного больше проголосовало против продления моратория, чем в прошлом году. Да, то есть динамика положительная. Интересные цифры хотел бы привести. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартанюк сказал следующее, что в целом в кадастре и в настоящее время доступна информация о земельных участках, которые совокупно составляют около 73% территории Украины. Оставшиеся 27% территорий нашей страны, которые не были внесены в кадастр, составляют леса, земли обороны, образование, природно-заповедного фонда. То есть это те земли, которые к обороту сельхозземель не имеют никакого отношения. Тут бы хотелось прояснить. Сейчас говорят, что у нас нет электронного реестра, да, но у нас есть кадастр. Хорошо, в чем проблема? Ну, вы знаете, на самом деле я несколько лет пытался все-таки разобраться, сколько у нас земли, я получил три разные цифры, да, то есть каждое ведомство имеет свою цифру. Но на самом деле ничего здесь страшного нет. Вот я в таких вот вопросах привожу пример Польши, которая не имела вообще электронного кадастра, когда запускали рынок земли. То есть они запустили рынок земли на бумаге. То есть это должно быть понимание, это должно быть политическая воля, это, кстати, нужно привлечь сюда больше громады, то есть это общины, которые сегодня получают больше прав, которые больше получают прав, которые занимаются больше самоуправлением, которые должны делать инвентаризацию этой земли, и можно все это восстановить и заполнить. Сегодня, к сожалению, есть белые пятна на карте, которые выгодны практически всем чиновникам, кроме действительно владельцев этой земли. Ну, по поводу общин, которые должны стать полноценными собственниками земли, тоже говорил Максим Артанюк, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, децентрализация, управление землями и развитие общины. На сегодня вопрос передачи полномочий по распоряжению землями на места является безальтернативным. Это необходимо не только из-за общенационального курса на децентрализацию, но и для формирования прозрачной архитектуры земельных отношений. Сто процентов. Я здесь согласен. На самом деле, я и шел на выборы с лозунгом, я поддерживаю децентрализацию. Почему? Потому что это как раз централизованная система управления стала банкротом. То есть мы как раз увидели, что советская, закостеневшая эта система, она не работает с коррупцией. Поэтому как бороться с коррупцией? Нужно просто передать власть на местах, с тем, чтобы люди, которые живут... Приезжайте с землей. Да, вот, пожалуйста, вот я живу здесь, да, вот мы все видим, кто что делает, поэтому, и, знаете, вот это победит такое вот убеждение, что зачем мне платить налоги, если там все равно украдут. Плати налоги здесь, контролируй. Да, вот, если ты платишь за землю... Свои объединенные территориальные общения. Да, ты платишь здесь, вот у тебя расчетный счет, потом ты приходишь и принимаешь решение, куда эти деньги направить, на дорогу, на детский садик, на школу, на больницу, пожалуйста. И вот часть денег должно переходить на державный государственный бюджет, который там финансирует армию, какие-то государственные программы, полицию. Да, то есть какие-то определенные вот государственные налоги, государственные задачи выполнять, а все остальное должно быть на хозяйственную деятельность, на местах. И хотел бы еще один вопрос поднять, мне кажется, это очень важно. В начале декабря Верховная Рада проголосовала за отмену возмещения налога на добавленную стоимость НДС при экспорте СОИ, РАПСа и подсолнечника с 1 марта 2018 года. Иван Мирошниченко от фракции «Самопомощь» в ходе голосования обращался с призывом не принимать соответствующие решения. Два-три года назад мы имели такую дискриминационную норму при экспорте зерновых. Если не будет возврата НДС при экспорте этих культур, то это приведет к падению цен на внутреннем рынке. Агропроизводители теряют 10-12 миллиардов гривен в цене. Я помню в конце 2015 года, когда говорили, ну аграрии они и так богатые, и так у них все хорошо. Поэтому по отдельным пунктам, если не возвращать НДС, то все и так будет нормально. Тут что, повторяется та же... А здесь афера просто прошла у нас в парламенте. На самом деле дискуссии не было. Во-первых, эту формулировку и саму концепцию на аграрном комитете не рассматривали. То есть это вот как раз идет борьба одних групп интересов. С одной стороны аграрии, а с другой стороны переработчики. И вот это такая вот политическая игра, когда просто технологически меняет очень серьезно структуру рынка. То есть забрали у одних, дали другим. И это при том сделано так, что... А экспортировать кто при этом будет? А экспортировать... Ну, смотрите, первый эффект какой должен быть, да? То есть станет интереснее. Ну, цена должна опуститься как раз ровно на 20%, который НДС. То есть поэтому производители сразу же потеряют. В долгосрочной перспективе что должно быть? Да, переработчики должны получать этих 20%, должны вкладывать деньги в переработку. То есть строить заводы, еще больше заводов строить. И потом, в принципе, через конкуренцию идея какова? Ну, в экономике, в нормальной экономике, что вот эта цена должна подняться за счет. Но в краткосрочной перспективе те люди, те компании, которые имеют сегодня заводы, получат этих 20%. То есть отобрали у производителей, которые дали переработчикам. Вот, в принципе, 5 минут. Спасибо вам большое за разъяснение, Андрей. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был народный депутат Украины, член парламентской фракции Блока Петра Порошенко, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрно-политики земельных отношений Андрей Водотурский. Меня зовут Сергей Чернышев. Это UATV. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»